К нашему эфиру присоединяется Роман Головняек, заместитель херсонского городского головы. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман, вот если отталкиваться от сюжета о пленном россиянами испанца, который был волонтером в Херсоне, есть ли какие-то данные, в принципе, о том, сколько херсонцев и людей, что жили в области, во время оккупации цивильного населения попали в плен? Ну, это точно, можно сказать, даже не сотни, потому что многих держали в плену от нескольких дней, и это могли быть как просто задержания и небольшие там физические, скажем так, физическое насилие, так и несколько дней могли просто пытать током и отпустить. И много сейчас херсонцев находится в плену по сегодняшний день, и, ну, непосредственно цивильного населения, гражданского населения, которые перевезли, депортировали с Херсона уже на оккупированную часть Херсонской области, и в Крым, и на территорию Российской Федерации. Ну, еще раз повторюсь, это мы можем сегодня говорить о тысяче пленных людей, которые попали в плен, многие из них получили очень серьезные физические увечья, к сожалению, многих уже нет с нами, вот оккупанты не подбирали ни методов влияния, ну, и не времени их применения, несмотря на то, что это были или женщины, или люди уже преклонного возраста. Роман, скажите, пожалуйста, вот как меняют военных, более или менее понятно, и мы это видели, как освобождают гражданских? С этим, ну, с этой ситуацией достаточно трудно, потому что, ну, лично я знаю несколько гражданских, которых и сам непосредственно пытаюсь помочь их достать из плена, и это достаточно непростая процедура через уполномоченность прав человека, вот через этот механизм, и, ну, к сожалению, есть такие гражданские, которые находятся в плену уже более, ну, уже более чем полугода, и, ну, их достаточно тяжело оттуда достать. Есть плены, которые, ну, фактически с марта, апреля прошлого года были задержаны, и по сегодняшний день находятся в плену. Роман, а правда ли, что некоторых или даже многих херсонцев задерживались с целью получения выкупа? Я думаю, что это правда, и, ну, смотря на те масштабы мародерства и то, как подходили к, ну, взаимодействию, скажем так, с гражданским населением непосредственно в Херсоне, и это были, скажем так, не одинокие случаи, когда, например, тот же транспорт забирали, и можно было его выкупить, и сейчас на оккупированной территории та же ситуация продолжается, потому, ну, к сожалению, можно говорить о том, что гражданское население, оно подвергалось вот таким террористическим методам, скажем, влияния, и, к сожалению, вот были такие ситуации, что, ну, ради выкупа похищали людей, и также, ну, нужно говорить о том, что ради каких-то или бизнес-интересов, или интересов представительской функции в оккупированной власти тоже было такое влияние, и людей указывали и говорили о том, что они там, например, сотрудничают с украинскими властями или нашими ВСУ, и таким образом, скажем так, сводили какие-то или личные счета, или профессиональные. Роман, а насколько большой ущерб оккупанты нанесли уже не людям, а предприятиям экономики, предприятиям социальной, культурной сферы за время оккупации? Как, по вашему мнению, будет происходить процесс восстановления? Сколько на это понадобится времени? Ну, первое, это колоссальный ущерб. Сегодня вся промышленность полностью стоит. Херсонщина – это аграрный край, и непосредственно, как сама выращивание и продажа сельхозпродукции – это один бизнес-процесс, а переробка – это второй. Сегодня, ну, фактически вся территория Херсонской области, она была оккупирована, и она полностью загрязнена взрывоопасными средствами, минами, заминирована. Это подлежит разминированию, и это достаточно тяжелый процесс и длительный. Вот это один основной аспект экономической деятельности. Что касается непосредственно предприятий, которые работали в городе, это тоже все достаточно сложно. От обстрелов и грабежа до того, что полностью нарушена инфраструктура, и на возобновление пойдут не одни месяца и, возможно, даже годы. Я думаю, что будут такие отрасли или направления, которые достаточно тяжело и, возможно, невозможно будет возобновить. Что касается самой процедуры, то Кабинет Министров разработан и удосконаливается механизм компенсации, в том числе как и для частных лиц, так и для бизнеса, тех потерь, которые они понесли в результате агрессии оккупантов. Есть возможности от западных партнеров, которые надают гранты и помощь для того, чтобы можно было дальше возобновлять бизнес. Ну и непосредственно мы все надеемся на то, что в любом случае Российская Федерация будет компенсировать те ущербы, которые она нанесла украинскому народу и украинскому бизнесу. Роман, ну и продолжает наносить. Херсон обстреливает и Херсонскую область каждый день. Вот есть информация, что за минувшие сутки 53 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения. В результате атак двое мирных жителей получили ранения. Получается ли как-то противостоять этим атакам, предупреждать? Возможно эвакуировать людей из самых ближних районов, куда прилетает больше всего? Первое. Ну, что касается эвакуации, ну, нужно констатировать тот факт, что все люди, которые хотели, ну, или могли и хотели вместе, если это взять, они уже, ну, максимально убеспечились и с точки зрения эвакуации в первую очередь. Вот. И сейчас в городе находятся те люди, которые или работают непосредственно на инфраструктуре города и поддерживают его житедеятельность, или те, кто не может, ну, или по тем или причинам не хочет эвакуироваться с города. Вот. Это разные микрорайоны. Действительно, в прибережных районах, на окраинах города, вот, непосредственно в микрорайон Корабел, который находится посреди Днепра, там ситуация посложнее, и люди фактически, ну, не посложнее, она критическая, люди находятся без жизненно важной инфраструктуры и живут большую часть времени в подвалах, укрываясь от обстрелов, и, ну, с этим ситуация достаточно сложная. Что касается предупредить, то, в принципе, есть предупреждение от, ну, соответствующих служб, что на позиции выезжает та или иная техника для обстрела, но нужно констатировать тот факт, что расстояние достаточно короткое, несколько километров, и город находится фактически на черте фронта. Это прилет, ну, от нескольких секунд до 10 секунд от выхода, и, ну, непосредственно я был свидетелем того, как выход, и буквально несколько секунд, и прилет уже мины в, ну, то или иное место, куда обстреливают оккупанты, потому укрыться очень сложно от таких обстрелов. А тут можно отметить, что российские войска обстреливают Херсон и убивают мирных гражданских жителей, даже при том, что, в принципе, по российскому законодательству Херсон считается российским городом. Напомню, 30 сентября 2022 года после фиктивного референдума Путин подписал указ о включении Херсона и области в состав Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, как сейчас жители Херсона, те, которые в городе остались, относятся к тому событию, к той постановке. И еще один вопрос. В полной ли мере провели работу по выявлению коллаборантов, которые тогда помогали российским властям организовывать этот спектакль. Возможно, известно о том, что кого-то уже наказали, какие-то сроки реальные получили. Ну, откровенно скажу, что, ну, этого референдума какие-то отголоски сейчас, их практически нет, потому что все прекрасно понимали тогда и понимают сейчас, что это была чистой воды бутафория, постановка. И количество людей, которые в этом спектакле взяли участие, оно было мизерное, в основном из числа коллаборантов. Что касается коллаборантов, сейчас по ним ведутся работы спецслужбы. Ну, нам, гражданским, конечно же, хотелось, чтобы это было более интенсивно, ну, и более, скажем так, конкретно и, можно даже сказать, ну, пожёстче к тем коллаборантам, которые сегодня или остались в городе, или хотят раствориться на подконтрольной Украине территории. Вот, но большинство оккупантов за своими хозяями побежали в сторону Крыма и Российской Федерации и сейчас там укрываются от правоохранительных органов нашего государства. Впрочем, надеемся, и до Крыма дойдёт время и руки украинского правосудия. Спасибо вам большое. Роман Головня, экзаместитель Херсонского городского главы, был в прямом эфире телеканала Freedom.